Ну и так, практика пугалка. Продолжаем. Сейчас весь акцент на живот и стараемся напугать нечто, чего мы сами больше всего боимся. Из живота, так, чтобы звук действительно был очень похожим, очень достоверным, чтобы мы могли сами себя испугать на самом деле. Покажу. Вот резкий звук, живот поджимается, там вся нижняя часть, с ней что-то происходит, то есть там активизируется вот эта зона резко. И теперь все вместе. Туда только не надо. Она уже пописнет. Умничка. Супер. Все, это не теряя гламурного лоска, главное. Это вообще герб совершенства. Мы ее не учили, сама. Это она у вас просто вундеркин. Скорее всего. Ну, не знаю, вообще, когда мы в садик ее привели, полтора годика, там решили, что два года ей, и только поэтому ее и взяли. Вообще, там таких маленьких не брали. И так, пугаем? Пугаем. Пугаем. О, хорошо. Важно, живот. Передавать дыхание не забыл. О, хорошо. О, хорошо. О, прекрасно. Теперь вот этот же диапазон, мы его возьмем коротко, а затем в более продолжительный звук. Вот какой он пойдет, такой и пойдет. То есть не удивляйтесь, что вы на это способны. Пусть он пойдет вообще самый, там, самый такой, который не социализировали. Итак, покажу. То есть вот этот диапазон. Прямо чем о том. Хорошо. Теперь просто продолжительный звук. Это вибрация низких частот, она прям нам вообще нужна, она как отбойный молоток вот так на организм действует, то есть она всё отбивает, все вот эти вот, слизь всё, всё как бы отшвязь. Вибрация должна при этом рычать, вершение у меня есть, нагрузка на связки, она идти не должна, но она идёт по привычке, вот, и у меня её естественно меньше, поскольку много практики, да, уже, обычно, конечно, люди первые, что рычать начинают горло, если звук идёт, изначально подача идёт с живота, если упор идёт на живот, а рыб у нас с живота идёт, да, безусловно, то, если честно, на живот делать нагрузку, связки будут свободны, как бы они там не рычат. И в животе тоже такие ощущения прям есть, и горло першит. Пусть горло першит, начнётся кашля, просто откашливаемся, откашляемся как следует, когда откашляемся, легче звучать потом становится. Там снимаются заживы автоматически, мы откашляемся, они прям расслабление идут вот здесь. Вот. Ещё продолжаем на этом же низком диапазоне. И вот. Окей! О, хорошо, здорово! У тебя тоже. Заметили? То есть он снизу начинает переходить вот сюда. Это на автомате происходит. Вот это колебание чистое, это уже есть стиль Каргара. Сейчас я покажу. И он постепенно очищается. И чем чище он становится, тем включены резонаторы уже в достаточной степени неплохо. И давайте еще попробуем пару разочков вот этот вот низкий. Очень важно эмоционально включаться, то есть когда звучим, вот какие-то переживания идут, вот все туда просто. Все туда кидать вот в звук. То есть они не достигнут вообще никаких вот, ну то есть там они не проснутся как эмоции. Они просто сгорят в этом звуке. То есть все, что накапец, вот у меня сейчас идет кашель. Вот что-то накопилось за неделю, какая-то нагрузка психологическая. Вот какие-то там, ну свои проблемы, да. Все. Вот я его просто прозвучиваю. Мы как вот в огонь кидаем вот мусор. Он там сгорает и все. Вот это очень важно. Пусть там сейчас очень много прогорает на самом деле. И за счет вот этих вибраций. Хорошо. Давайте просто сейчас сделали, да, мой ряд упражнений на низ. Сейчас просто позвучил чистым просто низким звуком из живота. Как он есть. Ага, хорошо. Ага, хорошо. Озвученный вдох-выдох. Ассоциативно громкий звук, когда мы в детстве чему-либо удивлялись. То есть такой нарочитый звук. Ну это примерно. И техника следующая. Мы, когда в прошлом озвученный вдох-выдох, Дыхание драконов называется. Мы по привычке, ну как бы по привычке, это нормальное явление, то есть когда мы дышим, мы дышим легкими, а животом одновременно. А в данном случае мы, вдыхая вместе со звуком, живот подбираем и делаем довдох вот сюда. А выдыхаем живот. То есть получается вот что. И вдох вот сюда, чтобы шел так называемый довдох. То есть мы ресурс живота, ну как сказать, зажимаем, да? И он у нас идет вот сюда наверх. То есть он нижние отделы активизирует, активизирует активно верхние отделы. И если удастся включить голову в процесс дыхания, то очень хорошо, чтобы появится ощущение, что воздух вообще есть куда-то откуда-то из темечки. Да. Но обычно верхние отделы включаются очень хорошо и расширяются. Верхние и нижние отделы. Тихо. Хорошо. Итак, вдох-выдох, вдох-выдох озвученный. Голова начинает кружиться. Прекращаем. Не забываем, что живот мы прижимаем. Это как-то ресурс. И все, живот. Хорошо, достаточно. Что-то происходит в грудной клетке, какие-то ощущения, да? Вот. Может быть и дискомфорт, кстати, приятно. Да. Может быть дискомфорт, потому что там у нас склеена вся эта область, она у нас не разработана. То есть если только йогой занимаются, они как-то попроще им все это делали. У них как-то более грудная клетка включена. Вот. А в данном случае идет поток воздуха. Он... Это все с живота идет. Но весь ресурс живота вот сюда вот загоняем. Естественно, что там все начинает раскрываться до максимума. Хорошо. Сейчас пропоем низкие звуки. Давайте пропоем звук О. Просто с животом. Чисто О. Вот возьмем полку и живу. И звучим звук О из живота. О. 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 Высоковато цель. О. 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 Ищи разок. О. 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 Хорошо. Поём пятитональным звуком. Включаем импертональное звучание. Пятитональный звук. Сейчас мы спели звук О. Сейчас включаем грудную клетку. Из середины грудной клетки мы будем звучать звук И. Получается, у нас два звука сейчас будут одновременно звучать О и У. И мы как будто подключаем вот это вот лампочки. Мы раз включили лампочку на звук О, затем включили лампочку на звук И. И это турский алфавит. Потом включили лампочку Е, И. И так у нас одновременно будет звучать область вот этого тела с живота до самой переносицы. Я покажу, как это выглядит. Включаю О. Затем подключаю сюда. Это вот область сердца. Вот сейчас отчетливо звучат два звука, третий звук Когда идут более высокие звуки, создаются ощущения, что низкие звуки как будто отключились Неправда, они не отключаются, просто более высокие, он сильнее ощущается, потому что более высокий Каждый более высокий будет еще более сильнее ощущаться, а низкие меньше, ну более низкие Но при этом они звучат, потому что мы их уже врубили, эти лампочки И там происходит трансформация звуков, но тем не менее, сейчас нам надо включить тело по вот этим точкам Давайте теперь все вместе Итак, начинаем с О, урок, потом фунтная команда Теперь О поем, подключаем сюда звук Сосреди звуки, поем разу три Разучим Еще разу Подключаем еревную выемку, а тут у нас звучит звук Е Почему именно такие звуки? Потому что их легче оттуда звучать и все, без всякой выемки Вот легче звучать с середины, ну просто легче Если пойдут какие-то свои звуки, то есть это не какая-то аксиома там, мы вообще от этого будем отходить постепенно Если пойдут свои какие-то звуки там, ну пусть это будет, важно включить эту область, неважно какой звук оттуда звучит Итак, сейчас Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok пятый звук это переносится и оттуда у нас звучит так называемый назальный звук это звук и и просто легче тоже производить и высокий звук и звучит он не просто и а звучит он именно назальным звуком таки то есть получается и так включается в работу все тело по точкам и так запомнили и да и вот очень хорошо что произнесли именно так необычно для русского файл вот это абертональная тема вот это вот вся вот именно произношение вот такой вот это правильно ну правильно в хорошем смысле правильно и так подключаем и ко всему прочему а 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 и а а Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»